Поздравляю вас еще раз с этим знаменательным событием. Мне кажется, это повод вспомнить, что было особенного в этом году для вас и вообще для школы. Ну, прежде всего, в плане результатов, это победа команды 2000 года на первенстве России. А в более глобальном смысле, это, конечно, то, что в этом году впервые наша команда попала в число участников соревнований профессиональной футбольной лиги, что, как мы считаем, знаковое решение вообще для будущего наших воспитанников. Если немножко истории, если возможно, назовите самых значимых игроков, которые выходили из вашей школы. И какие вы надежды, может быть, увеличение количества игроков за это? Ну да, в этом году впервые в стартовом составе московского «Спартака» уже в нескольких матчах выходили наши воспитанники Денис Кутин. Саша Зуев и Артем Тимофеев. Мы надеемся, что и другим нашим воспитанникам, которые сейчас в различных клубах, в Кубани, в том же «Спартаке», доведется уже в ближайшее время пополнить ряды своих главных команд. Из того года, который сегодня у нас выпустился и завершил обучение, есть ли у вас какие-то особые надежды на кого-то из них? Ну, конечно, у нас очень много ребят 97-го года, которые уже получили практику эры во втором дивизионе. И есть несколько ребят, которые являются кандидатами и игроками сборной по своему возрасту, юношеской сборной России. Но, честно говоря, не очень хотелось бы выделять кого-то конкретно, но есть человек 6-7, у которых, как мне кажется, можно надеяться на их будущее. Край муха я услышал, немножко мы опоздали, но тем не менее я услышал, что у вас строится еще и база. Приятный, наверное, подарок. Расскажите немножко по-подруге. Да, вы знаете, я в этой школе уже более 20 лет, и все время, будучи здесь футболистом, а потом тренером, слышал обещания от прежнего руководства о том, что вот-вот построится стадион, вот-вот длится уже очень долго. Но мне не хочется стать следующим руководителем, который тоже будет всем все обещать. Но, по факту, аукцион на строительство футбольного стадиона для нас состоялся, и мы надеемся, что все-таки в январе, после Нового года, уже рабочие приступят к началу непосредственно строительства. Последний вопрос. На носу Новый год. Чего бы вы пожелали своим воспитанникам, те, которые уже выпустились, те, которые сейчас занимаются, и которые еще только придут? Ну, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы они в жизни делали правильные поступки, и в те моменты, когда перед ними будет стоять определенный выбор, не ошиблись. Спасибо огромное. Поздравляю вас. Спасибо.